Артем, отрывай календарь. Артем, Артем, Артем. Артем, Петюня, включайте там кондиционер, вы что, человеку плохо, лето же. Артем, ты что, ты все гонишь? Вставай, давай. Воды, идем, давай. Снимай, идем, быстро, поздно. Да перестань, давай, идем. О, ты клоунок. Давай, давай. Готово. 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 Добрый вечер. Здравствуйте. В компании с работающим кондиционером реально лучше. Ну лучше же, говорю. Теперь можно смело говорить, что будет у нас в эфире. Итак, дамы и господа, сегодня вы узнаете, почему Илья Репин мазал масло на холсты, а не на хлеб. Вы узнаете, кто первый захотел колы со льдом и придумал холодильник. Да, и почему клоуны в армии не смеются. Мы начинаем отрой календарь. Поехали! Отрываем календарь, открываем записанные книжечки и записываем. Василий, прошу вас. 5 августа. Понедельник. И чтобы перейти к нему, нам нужно воспользоваться услугами пешеходного перехода. Только, Василий, скажите, на какой цвет нужно переходить дорогу? Свет ближний? Нет. Дальний? Нет. Божий? Божий. Нет! На хвойный зеленый свет. Потому что у нас 5 августа международный день светофора. То есть теперь ты понимаешь, что нужно делать, когда ты видишь зеленого человечка. Ну, когда я вижу зеленого человечка, не нужно звонить уфологам местным. А нужно просто перейти спокойно дорогу. А знают ли об этом наши жители в нашем опросе? Игорь, расскажи, пожалуйста, что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? Пугаться. А вот если такого? Дрожать. Нет, вон он на светофоре. Бояться? Нет. Что значит зеленый человечек? Идти. Куда? Вперед. Молодец, иди вперед. Хорошего дня вам. Бежать. Куда? Домой. Маме? Да. Давайте спросим у мамы, что мама будет делать, когда она увидит зеленого человечка? Переходить дорогу. Вот ты как раз зеленый. Вон запор. Можете идти. Хорошего дня вам. Преходить дорогу? Да. Да, молодцы. Наверное, с ним поговорить. О чем вы бы говорили? Ну, о лете, о солнце, о чем-то приятном, душевном. В общем, о лете. Никогда не видала, не поверите. Серьезно? Да. А как так вы, только что перешли через дорогу? Почему, 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 вот светопор зеленый, а потому, 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 чтобы он в жизни влюбленный. А на какой свет переходили? Как? Красный зажегся. Он как раз для водителей. Нет, я говорю, что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? Переходи. Какой, какой, какой зеленый человечек? Кто имеет датус, что ли? Улицу перехожу, хоть зеленый, как только не зеленый, стою. Зеленого-зеленого? Ну, зеленый, еще и мигает. Кричать и бежать, наверное. Ну, нужно его хорошо встретить. А рядом с ним еще и красный человечек. Красный человечек? Они вот меняются. Красный, зеленый. Ну, что нужно делать? А, ты что делаешь? Я сначала хочу. Послушаю. В принципе, подошел и поинтересовался. Мне интересно. Зеленый, красный человечек. Ну, вот смотри, он красный сначала, можешь ему поинтересоваться. А потом за ним будет зелененький. Я думаю, поздороваться с ним, поцеловаться, спросить, как его зовут. Я еще не видел, кстати. Я смогу верить, что вы видите их ежедневно. Их очень много в террасполе. И они на каждой перекрестке. И все нам мигают. Почему? Все, я вас понял прекрасно. Все, я понял прекрасно. Ну, я думаю, надо идти. Хорошо, вы дороги. Спасибо. До свидания. Вот, человек все понял. Прекрасно. Прекрасно. Все бегут, 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 а он горит. Ну, что ж, помучили дорожную зебру, теперь помучим и операторов. Пожалуйста, сними Васю Крупову. Вася, говори. Вася? С ноги, сними. У нас, дорогие телезрители, три повода минимум отметить этот день хорошо. Итак, первый повод – это день независимости Ямайки. То есть, понятно, как его отмечать и чем. То есть, собираемся вместе, родители выгнали на дачу, достается Тархун, включается песня Гоба Марли. Лампочка падает, лампочка падает, и вот такая тусня в квартире. К тому же, в этот день, но в 1889 году, был проведен последний бой без перчаток. Вот такой жесткость. Вот так. Мы решили совместить два этих праздника и сделать, на мой взгляд, веселенькую видеонарезочку, посмотрим, что у нас получилось. Дрались без перчаток. Там есть все. И спортивный интерес, и... Дрались без перчаток. Видео «Бабы дерутся» закончилось, а мы переходим к третьему поводу в этот день. Поехали! Стоп! Так говорил Гагарин, а мы сегодня отмечаем второй в истории полет в космос. И совершил его, кстати, Герман Титов в 1961 году. Кстати, на пять месяцев позже. Все-таки, а вот обидно быть вторым, представляешь себе? Каково вот быть вторым? Не знаю, вторым быть в жизни, в семейной. В спорте. В КВНе. Спасибо, подбадрил. И так, смотрим. Каждый мужчина когда-то попадал в такую ситуацию. Сашенька, догоняйте. У меня как-то странно все это, Варенька. Новогодняя ночь, лес, шашлыки. А вы мне, Сашенька, сразу понравились. Еще с самого того момента, когда сонные перепуганные мясо начали мариновать. Варя, а зачем вы медведя убили? Ну почему же убила? Я его просто оглушила. Чем бы ты на теплечком посидел? Варя, у вас рука в костер упала. Ох, Сашка, попадешься ты мне под горячую руку. Ой-ой-ой, медведь шевелится. Вот видите, Сашенька, уже и медведь зашевелился, а вы все никак не шевелитесь. Вы мне, знаете, Сашенька, суп с галушками напоминаете. Почему? Вот захотелось сейчас и все тут. Вы когда 250 грамм залпом пьете, так смешно лицо морщите. Это у меня от матери водка осталась, не пропадать же. Варя, я хочу как Гагарин. В смысле? Быть у вас первым. Ну тут максимум, Сашенька, на Титова можете рассчитывать. Ну что, космонавт? Поехали! Полетели! Вот такой вот номер 2. Мы доплыли с тобой до среды, до 7 августа. И в 1988 году, Артем, американка Лин Кок стала первой женщиной в мире, в которой добралась до России и США в платье. Я в шоке. Я всегда говорил, что билеты на самолет еще дорогого... Ну и да пребудет с тобой плацкарт, что я хочу сказать, да. Чтобы ты, между прочим, по рельсам и по шпалам добрался до братьев наших белорусов. Так, стоп. Говорим с тобой о США, России, откуда Белоруссия взялась. Не задавай глупых вопросов, а то мы все вместе не увидим новых троллейбусов больше. Я понял. Сегодня вся Белоруссия прошел вас, Василий. Да, празднует спожинки. О, я знаю, что такое спожинки. Глаголь. Да, глаголь. Это когда все колхотники ставят виллы свои уже в гаражи. В гаражи. В амбары. Зернота. Сосед. Сосед, я у тебя брал виллу, держи. Знаешь, тот анекдот, который знают все комбайнеры? Туман в лесу, знаешь, рубит кум. Кум, гол, лови топора. Шо, эээ, ты маучий не. Ну, такая легкая, низкотровная. Рассказывай. Последний звонок для эмориста. К тебе пришел петух. В общем, рассказывай, что такое спожин. Все, все, все люди, которые работают на земле, в этот день подводят итоги. Когда хлеб ссобан. Зерно уже в амбарах, можно отдохнуть. То есть все, работа закончена, достается. Ну, в общем. И по этому поводу, этот день, кстати, когда в тени комбайна собираются все, да, вот комбайнеры, там, ну, горилка, там, цыбуля, зажимают доярок, да. Обсуждают вот эти, знаете, новую машину председателя колхоза обсуждают. Ну, все, вот этот, колорит. И идут ложатся спать в солому. Это нормально. Это в хорошем случае. А есть и очень креативные комбайнеры. Вот, пожалуйста, посмотрите. Например, вот такое. Жиган-Лимон, мальчишки симпатичные. Жиган-Лимон, с тобой кочеваясь. Жиган-Лимон, с ума слабил отличник. Тебя, Жиган, кочевую целовать. Девчонки безумно полны страдали. Тогда почетней буду быть блатны. И от досады пылаками ночами. Что я не приходил на ключик нит. Вот такой вот он аграрный губка-бул. Наш человек. Мы идем дальше. 8 августа, четверг. День базара в Каменке, кстати. Слушай, Вась, а там у вас продуктовый, либо обычный рынок? Какая разница, продуктовый, обычный? А, ну, что ты морозишь? Обещаю почему, отрывай. А, я морожен, потому что в 1899 году в Америке Альберт Маршалл изобрел холодильник. А до того времени, где они все клеили наклейки Ван Дамма, Шварценеггера? На дверь погреба. Там тоже холодно. В общем, самый рефрижераторный сюжет. Что можно встретить в Григориополе и Москве? Где греются сибиряки? Что используют мужчины в качестве средства после бритья? Ну, или самый лучший альбом для наклеек? Думаю, ответ на эти вопросы очевиден. Это наш рефрижераторный друг, чей свет освещает нам кухню ночью и помогает найти те самые вкусные котлетки. И этим мы обязаны изобретателю из холодной Миннесоты Альберту Маршаллу. Видать мороза в одном из самых северных штатов Америки ему было мало. Знал бы он, что сделают из его изобретения музей наклеек. Он бы, выражаясь языком подростков от 12 до 14 лет, не морозил. Но благодаря ему мы можем хранить в наших холодильниках еду неделями. Холодильник. Он бывает полон или пуст, двухкамерный или однокамерный. Неважно, но без него очень трудно представить наше жилище. Холодильник появился еще несколько тысяч лет назад. Это были простые помещения, наполненные льдом и снегом. В южных странах продукты портились быстрее, но технологический прогресс не стоял на месте. И холодильные помещения превратились в параллелепипед, который уже сегодня, как правило, занимает угол кухни. В Советском Союзе первые образцы бытового холодильника появились в 1937 году. И пошли Зилы, Минск и другие так дорогие нам раритеты. А теперь в эпоху капитализма наши кухни заполнили всякие Арестоны, Сатурны и тому подобное. Давайте, давайте достанем лед из нашего рефрижераторного друга и выпьем за холодильники в такой занимательный и морозный летний день. Мы переходим в пятницу, у нас 9 августа. Что за праздник, Руи Васильев? Вот он. 1705 год, день сотен свадеб. Что это, а ну расскажи, как это? Сотни свадеб в один день? Ну, в общем, 308 лет назад астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб. Бог повезло операторам. Рассказывай, почему? Короче, под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра Первого, о запрете на 7 лет выдавать местных девушек за местных парней. А ну, короче, что произошло? В общем, наши девушки не хотели выходить замуж за немцев, а за наших, чтобы выйти за наших. То есть там доступление в силу указа царя оставалось буквально пару дней. Все вместе за эти пару дней вышли замуж. То есть вот такая коллективная общая свадьба. Это прикинь, сколько на этих свадьбах пострадало голубей. А куда только не исчезали женихи. Сколько свидетелей потеряло сознание. А сколько разбитых было микрофонов? От всей души желаем вам семейного чести. Поздравляю. И меньших казусов на свадьбах. Да, хотя бы на первой. Ура! Суббота, 10 августа. Вся студия оживает в клубной музыке. А что у нас в субботу? Правильно. Сейчас мы узнаем. Раньше была плохая музыка, очень плохая. Теперь нормальная музыка. Теперь клубная музыка. Нормальная музыка. Нормальная музыка. Та-ра-да-та-та-та. 10 августа у нас в России день физкультурника. Опа! Кто для тебя эти люди физкультурники? Физкультурники для меня это те люди, которые всегда подтянуты. У них есть пресс. И если даже они засиделись на дне рождения у кого-то, то утром этот человек не высыпается, а утром можно его увидеть. Вот ты видишь опухший в маршрутке на работу, а он уже прибежал. Да, да, да. Когда утром ты на набережной вот так лежишь, вот так лежишь, и тут мимо побрягаев в форме динамо такой, хоп, петушка. Ему 69. Да, вот, кстати, они все пожилые, но они такие стройные, такие красавцы. Так сухие такие, подтянутые. И знаешь, они еще увлекаются, мне кажется, шашками всегда и шахматы. Шашками? Да, он такой. Ооо, Вася! В общем, о том, чем занимаются физкультурники днем и при трезвой памяти вы увидите в нашем сюжете. Покатай меня, большая черепа. Ты можешь, кстати, садиться сюда и вот так горизонтально я тебя путеру. Дорогие друзья, вот вы и стали свидетелями того, как за счет бюджетных средств отравному календарю был предоставлен личный... Какие ощущения? Это бомба! Я поехал работать, все, урыл. Девочки, как будете отмечать день физкультурника? Буду бегать на стадионе. Вдвоем будете бегать? Или... Плавать в бассейне. Ну как, катать деток. Слушай, а дорого стоит прокатиться? 15 рублей. Час или до балки? Круг. Грубай. Посмотрите, как парень сам себе заплатил 15 рублей и сам и прокатился. На старт. У меня был таймер. Я, правда, не могу оставить кабинку. Не переживайте, мы с операторами все сделаем. Мужики, взяли пакеты и сумки? Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Вы напомогайте, давайте с нами. На старт, внимание, поехала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пресс покачаем. Я как положение просто зарядку сделаю утром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три, четыре, оператор, обойди сзади, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могли бы вот отсюда хотя бы до своего рабочего места пробежаться? Можно, да. Это как бы яролаш или так? Честно, криминальное чтиво. Хорошо. Пробежим? Давай. Как самочувствие? Нормально. А у вас как? Давайте еще дальше пробежим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди, а вы не встречаете там такие соревнования с соседкой по квартире? Допустим, кто быстрее приготовит борщ? С дочерью становимся на кухне, и кто быстрее будет что-то делать? И кто побеждает? Ну, конечно, дочь. Вы качаете ручки сейчас, да? Конечно. Для спины как лучше для беременной. Это ж нормально. Вы бы еще показали, как забеременеть? Нет, я тоже не буду показать. Будущий фитнес-инструктор. Я вот набираю группу по современным восточным танцам. Готово? Погнали. Это физкультурник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЛЬСКИЙ ПОЛЬСКИЙ Дамы и господа, вы узнали, что вас ждет на следующей неделе. У нас сегодня воскресенье, и, признаюсь честно, настроение упало. Что случилось? Да лажа полная. Пришел к гостю, сидят родители, все нормально. Ну, ее родители, мы, я без всяких, ну, пью чай зеленый, как я люблю, знаешь. Он такой, сюда иди, наперекор. Я говорю, я не курю, сюда выйди. И во дворе стоим, он говорит. Последователь за курение. Сразу попросил у него, и он говорит, в общем, я-то знаю, что там у вас происходит. И говорит. Об этом не только надписи влите. Сын. И так вот. Если ты, сын, сын, ты, блядь, 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 блядь. Э? Или женись. И шоу, вот так мы сейчас вот веселимся. Ну, ладно, не парься, давай в караоке сходим. Не, я пою, как Алина Апина. И выгляжу так же. Какая Алина Апина, это уже 70 баллов. Боллин, давай скинхедами сходим. Скинхедами? Лысый головы, лысые шары. Не, я попаду только в соперников. На диска ретро давай. 200 рублей. Ну, в зоопарк давай. В зоопарк на животное. На теплоходе. Вот, спасибо, я уже пришел в зоопарк. Вот, главный. Ну, либо в цирк. Что у нас сегодня? У нас вот, что я завел тему цирка? Special for you. Как говорит мой низкопробный английский. В 1777 году в Лондоне был открыт первый в мире цирк. Это было здорово, по-любому. Весело и классно. Ну, давай праздновать. Как? Ну, читай. Самый талантливый эквилибрист, акробат Приднестровского цирка. Раз. Роман Раца. У нас в гостях сегодня. Дамы и господа. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Роман. Спасибо, что пришли. Рады вас видеть. У нас вот есть такая рубрика «Голая правда». Но мы подумали, спасибо. Нет ничего лучше правды, чем труд. Результаты вашей работы. Посмотрим. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Голая правда я не видел. Да, хорошей работы. Итак, ну, что вы знаете о Лондоне, первом цирке и, в общем, все таком? Дело в том, что я не только знаю, но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Был я в этом, в Лондоне и в самом цирке. Ездили мы на практику, учился в Академии театра искусств и как раз отправили, от Академии театра искусств отправили нас на практику прямо к Лондону. Что из себя он представляет? Очень интересный, красивый город и загадочный. Он же первый, да? Да, во-первых, он первый и древний, и самая интересная архитектура у него очень такая необычная. И цирк он сделал, можно сказать, почти в земле. Просто прямо, да, там три этажа вниз идут. Это как лувр? Как лувр. Да, в этом плане. Червейно копает. Я, да, в Лондоне, в Лондоне. Гуляешь иногда, знаешь, и упал, говорит, где я, говорит, я в цирке. Я задержался, да, в цирке задержался. Упал в цирк. Говорю им, накрывайте крышкой. А вы вот давно работаете в цирке? Я в нашем цирке работаю уже 20 лет. К основанию цирка сперва было у нас в Бендерах. Потом он переехал. А потом мы решили, да, в 99-м году решили, что гос. цирк должен переехать кераспу. Клоуны, да. Переехал, и клоуны остались. Сколько там есть, да. Там и оставили, конечно. Что ж, почему мы не оставили? Да, новых набрали. Ну, расскажите, чем отличается хотя бы, вот как вы думаете, великобританский цирк от Приднестровска? Британцы, они больше, у них театрализованность, они любят больше театрализованности. Шоу в номерах, чтобы была вот эта яркость, драма особенно, чтобы была и драма, вот эта миника, ближе к французам. У нас традиции советского цирка, и еще традиции уже, мы, как говорит, берем от Европы, что вот тоже театрализацию делать больше. Это такая шумиха, когда какой-то шапито приезжает из Украины, одно и то же, в каждой, вот всю дорогу. И такой ажиотаж все время. Мне почему-то, не знаю, может быть, это нотки патриотизма вы мне сейчас заиграли, но почему? Мне просто денег жалко на билеты, у них очень дорогие билеты. Да, очень дорогие, а программа никакая. Никакая, да. Что больше вызывает радости сейчас у зрителя? Устепление клоунов, калибристов, акробатов, либо канатоходцев, может быть, те, кто глотает шпаги, огонь? Да, что больше востребовало сейчас? Сейчас больше, так как люди уже привыкли смотреть. Экшн? Экшн, что-то такое, что было шоу. Уже нету того времени, когда смотрели, чем сложнее трюк, чем вот это опаснее. Нет, сейчас зритель хочет что-то такое новенькое, вот как сказал Василий, экшн. Зрелище? Зрелище, шоу, как говорится, шоу, убрал. А, и кровь. Женщина стоит. Шоу, 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 шоу. Шоу, 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 шоу. Шоу, 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 шоу. Шоу, шоу. У вас же сценический образ еще и клоуна. Да. Не, недавно, честно тебе говорю, звонит мой товарищ, давний такой хороший, и говорит, Вась, да, говорит, Вась, я освобождаюсь с поводу, у меня день рождения, шучу, у моего племянника день рождения. Где найти клоуна? В отрывном календаре? Нет. А сейчас появится номер телефона. Да, да, да. Вот номера телефона. Есть у нас где-нибудь какое-то агентство, куда можно дозвониться? Ну, конечно. Алло, здравствуйте, Роман? Да. Меня зовут Артем, я работаю на радио, у меня у вас сын на день рождения, можно пригласить вас как клоуна? Конечно. А что вы будете делать? Ну, самое главное, что вы хотите. Ну, первое условие, чтобы вы были трезвые и что-нибудь сделали интересное, мальчику 25 лет, он только приехал с России. Легко, даже мальчику 25-летнему можно будет отработать и в армию провести после этого потом. Вот тут что-то хочет жена спросить, сейчас дам ей трубку. А перед массой людей на сходе граждан можете выступить? Да. Вы можете сказать людям, что денег на ремонт дорог не будет, но сказать так, чтобы они рассмеялись? Ну, если вам это понадобится, то заделим оплату. Просто, чтобы вы понимали, у нас достаточно проблем, чтобы вы у нас были постоянным клиентом. Самое главное, чтобы я дорогу не делал. Оборжемся, спасибо. Видишь? Сколько денег? У нас есть такая рубрика, она называется «А вам плуа», где мы просто смотрим на таланты наших гостей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 да я завязывал ну тогда будем их прятать вот эти узелочки а вы в курсе что эту передачу смотрят и таможенники иногда 1 2 3 кмал ну что ж праздники подмечены неделя расписана смело можно перейти к тому чтобы узнать что вас ждет на следующей неделе не пропустите фестиваль низкопробной философии статуса в социальной сети контакт обязательно посетите отчетный концерт живой фонограммы 2012 это был отрывной календарь не забывайте что праздники нужно отмечать пока пока а